Привет-привет! Меня зовут Саша, канал Душно. Мы с Денисом. Всем привет! И у нас сегодня такое видео, в смысле неофициальное возвращение нас как дуэта на YouTube после летних каникул. Официально будет у Дениса на этой неделе. Подписывайтесь, ставьте колокольчики, чтобы не пропустить. Никогда этого не говорю, но ставьте. Ставьте. Кстати, очень круто, потому что когда выкладываешь видео, прям сразу человек там, ну какое-то количество людей сразу тебя начинают смотреть. Не пропускаете. Вы самые первые смотрите это видео. Так вот, у Дениса на канале будут слепые за тесты, собственно, наш профиль. Да, да. А сегодня я решил предложить Денису попробовать... А я любезно согласился. Да. Попробовать новый жанр. Пока кодовое название у этого жанра «Что нового?». Ну, оно такое несовершенное, поэтому, кстати, если у вас придут какие-то идеи в голову, как по-другому можно назвать эту рубрику, пишите. Я, кстати, люблю такую инициативу и часто бывают смешные предложения. И вот. Водные, да. Допустим, мне очень понравилось про Чипа и Дейлова. А, это да. Собственно, про что сегодня рубрика? Супер незатейливая. Три моих флакона, три флакона Дениса. Более-менее недавно появившиеся в нашей коллекции. Мы их ставим между нами и по одному обсуждаем. Носим, не носим, какие впечатления и какие впечатления у другого. В общем, максимально просто, нету никаких рамок. Предлагаю перейти. Я тут подумал, переходим. Подумал о том, что эта рубрика такой стимул обновлять парфюмерную полку. Потому что, хотя, ну, у меня, мне кажется, можно сказать пару слов вообще про, скажем так, как это называется, циркуляцию флаконов по парфюмерной полке. У меня вот был сейчас какой-то период такого затишья, в основном летом. Ну, во-первых, там негде послушать на дачу духи. Хотя, справедливости ради, на какой-то соседней станции есть Литуаль у нас, да. Ты хотел продолжить, да. Нет, ну и вообще я так славливал от тебя месседж, что летом у тебя было не до парфюма. Да, у меня как-то было настроение не совсем парфюмерное. А сейчас, как раз вот в конце лета, вот в начале осени, я себе так устроил какой-то парфюмерный движ, грубо говоря. Но у меня все это хаотично. Бывает, что я вот несколько месяцев могу все держать в состоянии таком, какое оно есть. Могу прям вот, ну, ты знаешь, я человек такой очень настроения. Нас никто же не подгоняет и не обязывает делать эту рубрику там раз в месяц. По мере. Хотя, честно скажу, что у меня уже есть второй запас. Разветочник. Так, что как только ты созреешь... Может быть, у меня тоже он будет, пока сейчас просто не могу отгенерировать, но вероятно. Можно тебя попросить подать блоттера? Давай. Как вам, как вам мой запас блоттеров? Это как, такое ощущение, что это надо все зажечь, и это будет как такая... Да, факел. Факел, да. Короче, лайфхак, я не знаю, действенный или нет, на сайте Озон продается тысяча, по-моему, или триста, не помню. Короче, очень много блоттеров от Литуали, не знаю, в курсе ли Литуаль про это, за 600 рублей. Но так как блоттера в случае, если у тебя есть блог, и ты регулярно снимаешь слепые тесты, это вещь необходимая. Соответственно, для меня это просто супер. Или очень хорошо иметь такого друга, как Саша, который все это регулярно покупает. Да, да. А ты меня зато спонсируешь наклеечками на Атлевантаре. Да, это точно. Так что у нас симбиоз. Симбиоз, да. Слушай, можно, чтобы не паразитично? Можно я начну? Да, конечно. Здесь есть флаконы. Я их не могу не трогать, хотя испокониваю. На самом деле, я как-то вместе, это Руж Баня Руж, я как-то воспринял от тебя, что флаконы отвратительные, такой, да, ужасные, ужасные. А ты знаешь, я подержал в руках и понял, он не является моим любимым флаконом. Но он не ужасный. Нет, он не ужасный, но ты знаешь, ну сейчас вроде бы я его держу и как бы понимаю, что никакого прям адского ужаса у меня нет. Мне, например, просто, ну это уже мои такие пожелания, почему ты хочешь, чтобы он был матовым. А, ну это было бы тоже красиво. Было бы, мне кажется, красивее. Это, кстати, старые издания, на новых вроде бы там как наклеечки идут, а здесь, видишь, это как гравировка. Ну, нет, так приятно, все какая-то там немножко скандинавская тема в голове. Ну, у них и ароматы многие как-то такие северные. И это у нас Сильван. А, я помню историю этого аромата, собственно говоря, я его не выиграл. А, да, да, да. Я его так и не обонял с тех пор. Я его купил за три копейки, и сейчас он уже подорожал. О, какой-то черный перчик. А, можно, а, это не слепой затест. Наверное, тебе, естественно, слово первому даю. Слушай, я так скажу, что с блотера он не очень симпатичен. Но я знаю, что ты не любишь с кожи, поэтому не буду уж тебя мучить и пытать бросить на тебя. Я так скажу, мне он нравится, и для меня он стал практически каким-то мистом для тела. Потому что он нифига не стойкий и нифига не шлейфовый. Но в целом, в целом он не очень напоминает Комте Гарсона, а именно Ван дер Вуд. Вот, ну, вот эту линейку. Такой немножко ладан, очень носибельный, тихий, чуть-чуть колючий, чуть-чуть островатый, чуть-чуть перечный. Хотя, по-моему, в пирамиде там нету перца. Я согласен про перец, да. И так это все уютно. Вот он, знаешь, я его надеваю, когда мне не хочется ничего громкого. И мало того, когда я, допустим, думал, что через пару часов я надену что-то такое там на выхлоп. Ну, чтобы спокойно можно было перекрыть. Вот я, допустим, сегодня в нем. Потому что знаю, что у нас там мы снимаем видео, парфюмерные будут за теста, да? Ну, нафига я тогда буду им затушиться? Как тебе? Слушай, я, наверное, более-менее спокойный к такой категории ароматов. У меня, ну, перечная тема закрыта двумя ароматами. Об одном мы сегодня поговорим. Древесная тема как будто бы не особо моя. Ну, да. Вот это не моя территория. Может быть, мне было бы достаточно какого-нибудь одного аромата на эту тему. У меня, по-моему, даже и нет одного. Мне кажется, что Black Pepper, несмотря на то, что он сильно выраженный перечный, но мне кажется, там все равно структура такая же, как у него. Да, поэтому, может быть, у меня и закрыта эта тема, в принципе, Black Pepper, да. Слушай, ну, очень, да, действительно, ты сказал про Вандер Ут, а у меня был от Левант, наверное, на Мелитер 3, я его спросил. Я сказал про Вандер Ут. А, я про Вандер Ут. Но Вандер Ут туда же. Туда же, да. Поэтому приятно, мне не надо с тобой. У меня, если вдруг тебе важно, моё мнение ассоциируется спокойно. Вот, мне, может быть, учитывая, что, по-моему, бренд, как я понимаю, никаких татских денег стоит. Ну, ты знаешь, у них как-то очень по-разному. У них есть ароматы, которые стоят за бешеные папки, они, видимо, как редкие, есть подешевле. Ну, конечно, блин, за 2,5 тысячи больше его нет. Нет, ну это да. Поэтому я считаю так, за 2,5 тысячи это было супер классное приобретение. За 6 тысяч я бы уже подумал, конечно. В принципе, может быть, мне и будет интересно к ним подойти после сегодняшнего видео, да. Но, опять же, не буду судить заранее. Ты не знаешь, там всё примерно выпустил? Нет, там есть и цветочные ароматы. Всё, тогда хорошо. Небольшой спойлер. Мне подписчица, к сожалению, забыл ваше имя. Не буду сейчас врать. Одна подписчица отправила все Ружбани Руж в отливантах. Да, поэтому я сделаю что-то вроде смеси слепых затестов и Ружбани Руж и про все их расскажу. Но, нет, я тоже думал, что они все такие, потому что у них есть несколько таких ароматов. Ну, нет, там есть и цветочные, и всякие другие. Прикольно. Ну, не знаю, не думаю, что мы каждый раз будем поздравлять друг друга с приобретением. После каждого года. Поздравляем! Вот. Я скорее, ты можешь меня поздравить, что я его купил за 3 копейки. Это да. Поэтому в этом плане класс. Мне кажется, иногда приятно просто урвать по-хорошей цепи. Да, да, да. Я тоже от этого получаю удовольствие. Так что, если такая вот история с ним получилась прикольная, носи здоровье. Спасибо. Слушай, и раз уж мы... Так, извини, немножко я взял инициативу в свои руки. Может быть, потом отдам ее тебе. Но, раз уж мы начали про перец, давай уж поговорим про другой перец. Давай. Нанесешь? Да. Сейчас, если я не захлебнусь. Я подумал, мне, естественно, тебе ничего не жалко. Я думаю, а может не наносить? Такая редкость. Здравствуйте, приехали. Хватит, тебе 50 миллилитров, ты их достанешь. Да, естественно, да. А, кстати, у тебя бывает, что ты вот над этим всем чахнешь? Нет. Нет. У меня иногда бывает. Вообще не бывает. Я, кстати, этого не стыжусь, иногда бывает. Я так скажу. Давай уж у нас сегодня видео расслабленное, никуда не торопимся. Я так скажу. Мне никогда не бывает жалко дать кому-нибудь набрызгаться или там вот все такое, но некоторые флаконы мне жалко отливанты делать, потому что у меня есть флаконы, которые мне подарили. Да, понимаю. И я помню, у меня даже срач был с одним чуваком, он, типа, на меня обиделся, что им 2 миллилитра emotional drop не отливал. Да как вы, простите, фига, но это подарок мой, не хочу отливать. Нет, я понимаю тебя, у меня тоже такое бывает. И у меня, например, есть моменты, что вот если флакон новый, я зима не готов сразу делать. А я, главное, обожаю видеть, как уменьшается жидкость, это ясно, я не хочу отливать отливанты, а есть, которые не жалко, но когда у меня кто-нибудь в гостях или что-то такое, брызгайся на здоровье. Нет, мне тоже не жалко, да. Ну, собственно говоря, про пуа вагнуах, все же лютанцы мы говорим, продолжая какую-то перечную тему, но он отличается, конечно, от ручки, мы их как бы не сравниваем, просто, я так понимаю, ты решил логически продолжить цепочку вот эту перечную тему. И тем более ты его уже упомянул, да? Да, ой, ну я прям в восторге, у меня уже на канале вышло видео, собственно говоря, прям посвященное ему целиком, не устаю от него. Вот, может быть, рано или поздно вот это мое забвение пройдет, но пока, может быть, опять же, ну, я этого не стыжусь, может быть, еще добавляет эффект эксклюзивности, да? Хотя, может быть, на твой нос он похож на какие-то парфюмы, и в теории кто-то может его спутать с чем-то другим, но я-то такой хожу и думаю, о, господи, как будто бы больше вообще ни у кого его вокруг не было. Не так уж и много у кого он в России есть. И я такой думаю, как? Приятно, прям вот, ну, а я этого, я говорю, не стыжусь, да. Ну, как тебе? Слушай, мне он очень нравится, ты любишь говорить, типа, это твоя тема, это моя тема, мне кажется, это моя тема, прям 100%. Я боялся, что будет не моя, а твоя больше, а продавать тебе за какие-то адские деньги не очень хочется, потому что мы друзья, да. Но моя в итоге тоже. Кстати, какое-то ощущение сейчас, ты знаешь, ну, все больше и больше, ну, раскрываясь каких-то граней, и сейчас прокомментируешь, согласен ты или нет, про сходство какой-то с сироткой, которую я у себя отмечал, и чуть-чуть серж нуар, и сейчас почему-то я ловлю там даже ладану лаванду. Короче, сиротка нет, не чувствую, серж нуар за уши можно притянуть, ладану лаванда, может быть, ладан здесь немножко похожа часть, но, знаешь, тоже не сильно. Я так про него скажу, во-первых, он мне очень нравится, я здесь слышу розу, там ее нету в пирамиде, Денис ее не слышит, для меня это перечная роза. Мало того, он мне ужасно напоминает какой-то аромат, который у меня то ли был, то ли от ливан был, но я так и не вспомнил, что это я тебе перепелил, я просто второй раз знакомлюсь с этим ароматом, Денис уже мне его показывал. Очень классный, ты знаешь, мне он кажется не очень оригинальным, мне кажется, вот, я не чувствую, что это что-то новое, мне кажется, это хруст безе, да. Хруст безе здесь не чувствую, я чувствую, что это перечная роза, которая, наверное, была много где у кого, ну вот не могу вспомнить конкретно, но я бы носил с удовольствием, и флакон бы с удовольствием поставился на полку, очень классный. Ты видел, какой у него низкий рейтинг на фрагер? Мне вот написал какой-то молодой человек, по-моему, в комментариях под видео, я сам этого не обратил на это внимание, мне пишут, что 2,8 из 5, что ли, но я вообще никогда, честно говоря, до этого почти не смотрел на эти цифры, вот, я узнал танечку недавно. Мне интересно определять народную любовь к каким-то ароматам. А это вот я предложу, могу зайти и поставить этому аромату там единичку, да? Нет, ты там не можешь поставить единичку, ты можешь такое сердечко нажать, люблю, или нет. Понятно, понятно. Слушай, но, а тоже, я не понимаю, фрагрантика, вот я иногда путаю, вот фрагрантика англоязычная и русскоязычная. Слушай, мне кажется, мне кажется, что база оценочная и по нотам одна. Ну, может быть, я ошибаюсь, а комментарии отличаются. Просто тогда вопрос, как бы, аромат вышел совсем недавно. Получается, вышел в основном, ну, наверное, там, европейской части, да, земли, потому что, ну, Америку мы не берем, я думаю. Я не знаю. И, как бы, он не у такого большого количества людей, то есть, кто его... А там оценок 27. Кто его оценил-то? Нет, ну, как... То есть, получается, те, кто, ну, надеюсь, что хотя бы те, кто послушали. Ну, я даже надеюсь, а ты думаешь, там прям хейтеры, сервисы... Ну, нет, думаю, нет. Слушай, ну, опять же, мы с тобой, как-то, мне кажется, максимально открыты, ну, а есть кому не нравится, видимо, просто вот те, кто отмечали, именно не поленились отметить. Мне просто обычно такие оценки у каких-то ароматов, знаешь, типа, там, Кирке или, там, Секрецион Манифик, ну, таких очень странных. А мне он кажется очень носибельным, он мне кажется очень беспроблемным. Слушай, ну, может быть, оценили так, потому что, мол, привыкли, что там Сержа Лю Танц, это какие-нибудь, не знаю, там, минорно всякие депрессивные композиции с белыми цветами, а тут тебе вот что-то такое больше маскулинно направленное. Может быть, людям, знаешь, не понравилось, что больше на какую-то уже аудиторию, грубо говоря. Может быть. Кстати, а тебе он минорный? Слушай, не скажу прям, что какой-то вот минорно грустный, вот, да, каких-то вот степеней квадратных. Нет. Ну, в нём, ну, прослеживается, но, опять же, может быть, потому что он вышел осенью, да. И вот сейчас всё, хотя вот сегодня, наверное, единственный день какого-то бабьего лета, грубо говоря, мы снимаем. А так-то, ну, в основном уже всё такое пожухлое, серенькое, дождливое, и у меня, как бы, картинка складывается. У меня тоже, для меня он очень осенний, а про настроение, он, знаешь, спокойный скорее. Я не вижу в нём негатива. Ну, наверное, да. И вот какой-то тоски, которая часто бывает у лютенца, он скорее такой вот. Я просто иногда вообще замечаю, что как будто могу даже напутать слова некоторые, ну, в плане, вот, не знаю, там, дизлексии, ты не дизлексии, ну, и сейчас ты меня проконсультируешь. Но, в целом, как бы, с одной стороны, как будто бы и грустноватенький, но, наверное, вот, как ты правильней даже, вот, точнее, точнее, передаёшь мою мысль, наверное, прям какой-то такой, типа, дзен. Да? Осенний дзен. Да. В общем, красота. Хорошо. Давай, моя очередь. Давай? Давай. Пачули хом. Так, не читаем эту хом, просто ом. Хорошо. Это мужчина по-французски. Да, я понял. Пачули. Реминиссенс бренд. Красивый флакон. Да, флакон приятный, он такой увесистый. Похоже на какое-то преспапье немножко. Да, я знаю. Типа вот сейчас, или пепельницу так вот сюда в него. Как вариант. Он, по-моему, у нас не продаётся. Мне его прислала подписчица Дарина. Привет, спасибо, ношу. Ну, как видишь, не очень часто, но ношу. Давай так, давай я надушу блотера и спрошу тебе, как он тебе, а потом уже расскажу свои впечатления о нём. Я так понимаю, это не очень другой бренд. Лавандой мне пахнет. Там есть, по-моему, лаванда на старте. Прям очень так хорошо пахнет лавандой. Мне интересно всегда знакомиться с ароматами, с нотой Пачули. Мне кажется, это, наверное, одна из нот, которую мы прям хорошо так вместе разделяем. Точнее, любовь к ней разделяем. Ты знаешь, небольшую ремарку. Как только я собрался снимать подборку Пачули, плюс от Вадима у меня лежит подборка. Да, мы же все ждём. Да, я полгода уже обещаю, я разлюбил Пачули. Ну, я не то, чтобы их разлюбил, но они как-то перестали меня волновать. А как бы записывать дежурное видео не хочется. Ну, понятно, я запишу, честно. Слушай, мне, как уже сказал, всегда интересно. Для меня эта нота, ну, действительно представляет интерес своей многогранностью, да, то они шоколадные, то они какие-то там подвальные. Но, в принципе, не так много версий, да, вот шоколадные и подвальные. Да, мне всех кажется, что они супер многогранные. Всё равно вот Пачули очень узнаваемы. Думаю, что скорее, да. Тут приятно, но пока, честно говоря, для меня странно, что даже Пачули вынесли на название, потому что я слышу, честно говоря, только лаванду. Я хорошо чувствую Пачули и не очень сильно чувствую лаванду. Для меня лаванда прям вышла на первый план. Ты знаешь, как иногда бывает? Я-то его знаю уже. Ну, да. И поэтому ты чувствуешь только старт, и ты за него зацепился. А я разношил, и как будто бы это позволяет мне видеть, и что там в сердце. Знаешь, что я про него скажу? Для меня он находится на стыке вот этих реминесцентных Пачули, потому что я разные у них пробовал. Это такие шоколадно-подвальные Пачули, имеем Легион. Не очень дорогие. Ну, то есть это не Живуа, или как Живой, за миллионы, да, и не лютенц. Но мне они нравятся, и он, конечно, для меня очень мужской. Потому что здесь еще есть такая какая-то одеколонистость, не в смысле цитрусовая, хотя, по-моему, какой-то цитрусик там есть на старте. А скорее вот какой-то мужской такой под пиджак классический аромат из 70-х, 80-х. Его, кстати, даже сравнивают с Джентльменом, с Живан Шей моим любимым, но мне, кстати, кажется, что не очень он похож. Вот. И мне прикольно. Мне прикольно. Он для меня не замысловатый, не замороченный. Для меня скорее тоже. И мне нравится, что помимо вот этих Пачули, здесь вот такая одеколонистая, брутальная, такая мужская. То есть мне хочется под него пиджак, прям так, голос по-басистее сделать. Ну, конечно, ну, такой мужской он. А я вот не пойму, ты описываешь, я тебя внимательно слушаю, но как будто бы чуть-чуть, ну так, не обижайся, какой-то образ, который ты описываешь, для меня чуть-чуть, как это вот по-английски это exaggerated, типа преувеличен. То есть я его вижу больше таким, может у нас, хотя опять же, разные представления просто о таком вот, как ты описываешь мужчину там в костюме, да, с таким басом, может быть, это с разным просто представлением. Для меня он такой пока из разряда, я сижу в пледике и пью там что-то дома. Ну да, ну я, может быть, когда про басы я скорее пошутить хотел, в смысле это не мужланистый. Это такой... А я, может, про тебя не так понял, как? Да, да, ну я, может быть, тебя сбил. Он не мужланистый, это просто такой вот, ну, мужчина, четко определившийся со своей гендерной принадлежностью, он не быкует, там, не пьет пиво во дворе. Цисгендер. Абсолютный цисгендер, такой немножко возрастает. Да, да, да. Вот такой. С другой стороны. То есть это мог бы быть какой-нибудь, знаешь, 50-летний преподаватель каких-нибудь, вот какой-нибудь набоковский персонаж. Знаешь, так? Ну я спокойно, в принципе, могу увидеть его и на каком-то там 20-летнем хипстере. Да? Нет, вот, кстати, для меня это сырает. Может быть, потому что для меня лаванда добавляет вот этой какой-то прям комфортности, уютности, и я просто вижу там какого-нибудь современного, грубо говоря, прости, там, пацана, который идет в какой-нибудь там овечьей шкурке и пахнет вот таким. Ну и пускай, я так скажу, что мне бы было очень приятно обонять его с других людей. Мне он приятный. Поэтому если у вас есть возможность, он, по-моему, не очень дорого стоит, если есть возможность как-то его приобрести и рассмотреть, имейте в виду, по-моему, классный. Приятный, очень приятный. Даже я бы поносил бы, думаю, в теории, если там расслышу. Ну, чем дальше, тем больше пачули, в принципе, просто ну, если хочешь, от меня как-нибудь будешь... Ну, может быть, да, надушусь, да. Так, позвольте тогда следующий? Даже не знаю. Ну, давай вот так пойдем, наверное. Да, потому что вот хочу рассказать про него. Это Гуччи Блум Профума Ди Фьори, аромат, который у меня был раньше, в 2020 году. Как только я увидел, что там лицом является моя любимая, по-моему, тобой нелюбимая, Флоренс Энда Машин... Нет, я не могу всерьез к ней относиться. Как это мошенница? А я просто ее обожаю. Для меня она прям... Я готов вот молиться на нее. А она там лицом была. И еще какие-то три важные женщины. Там, по-моему, еще была тетка, которая играла Мартишью в семейке Адамс. И у них там как шабаш такой. Типа того. Приклама классная. По-моему, да. И как раз, по-моему, тогда был какой-то период... Мы же можем здесь рассказать про ароматы, да? Вот. Что он не вставал особо в магазины, этот аромат. То есть вот он как бы был где-то в интернет-магазинах, и все. Я думаю, ну ладно, закажу себе вслепую сотку. А меньше объема не было. Приехала ко мне эта сотка. Что-то она была для меня какой-то монструозной в плане объема. Аромат мне нравился. Но я продал сотку. Думаю, как-нибудь потом-нибудь, может быть. И тут как раз-таки, когда я на своем телеграм-канале пустил клич про обмен, мне предложила подписчица поменяться. Спойлер. Вот этот аромат, про который я расскажу дальше. А я ей отдал один из своих. И она мне предложила. Я думаю, а почему бы нет? Ну, тридцаточка очень маленький, приятный. Ну, как будто чуть-чуть даже слишком маленький. Пятидесятка была бы... Мне тоже нравится. Пятьдесят подержу. Там половинка от тридцатки, но мне более чем хватит. Ой, нет, очень приятный. Но как будто бы немножко есть в этом какого-то бюджета. Ну, это как будто такой флакончик Барби немножко. То есть он совсем маленький как будто. Хотя у меня первый блум классический был тоже тридцатка. Я тоже обожаю тридцатки, это мой любимый. Мне тоже нравится, просто, например, пятидесятка немножко приятнее в руке. А они есть тридцать, пятьдесят и стоятки. Да, да. В общем, он у меня снова. Очень рад. Продолжаю коллекционировать все эти бело-желтые цветы. Не знаю, скоро я в них там уже задохнусь, но продолжаю их покупать. Вот не устаю от них. Произбеживание. Да. Профума не помню, как переводится. Итальянский, к сожалению, не мой любимый язык. Но это все равно, вот послушай, все туда же. Тубероза. Тубероза. Здесь еще есть желтые цветы. Запамятовал сейчас какие. Ну, не франжипани, не помню, кстати, есть ли франжипани. Но это стандартный вот блумовский букет, в принципе. Они делают различные его вариации, но я не помню, чтобы какая-то из них на мой нос прям вот кардинально отличалась. Даже красный запыл сейчас. Амброзия дифьори, который, по-моему, с розой все равно. Но ты считываешь, что это блум. Обожаю. Кисленький такой он, прям как будто бы... Может быть, это солнечные ноты. Может быть, неприторный, мне кажется. Этот, я соглашусь, что, наверное, посвежее. Есть в нем что-то вот, ну, действительно, такое более свежее. Что кислого, не помню. Там, я говорю, стандартная пирамида блума, плюс какие-то вот вкрапления. И что отвечает, не скажу за это. Ты знаешь, я бы в слепом затестить записал в его нишу. Да? Потому что цветы очень нишевые. Слушай, ну прям... Ну, а мне кажется, что блум достаточно получился нишевым. Вся линейка. Потому что, ну, цветы там... Вот я не знаю, я бы не сказал, что они прям очень люксовые. Нет, вообще не люксовые. Вот для меня нишевый профиль. Обожаю. Ну, я, ты знаешь, я не мастер цветов, да, может быть. Но я бы записал в нишу сто пудро. В общем, рад, что он ко мне вернулся. Ношу тоже с большим удовольствием. Ну и да. Я вот не знаю. Как бы, извините, пережру я вот этих белых цветов и желтых или нет. Но пока я их в себя выбираю как не в себя. И прям просто кайфую. Ты начинаешь на эту территорию заступать? Мне интересно на нее заступать. Но пока я только, знаешь, это осматриваю. Ну, понятно. Слушай, у меня тут в Телеграме было интересное обсуждение. Обсуждали, кто какой будет бабкой. Ты в старости что будешь носить, как ты думаешь? Ой. Ну, во-первых, я... Ты именно про ароматы сейчас, да? Ну, да. Слушай, ну... Я думаю, что у меня будет несколько стадий. У меня будет стадия, когда я хочу быть, типа, классическим таким старичком и носить всякие ароматы, которые вот... Как называют аромат бабка? Вот и я буду всем назло бабкой, которая будет в аромате бабка. Ну, всякие Шанели старые. Да-да-да-да-да, вот. Мне кажется, иногда, чисто, что называется, по приколу, я буду там эпатировать публику и наносить какую-нибудь, там, не знаю, маленькую фею или там баблгам, но просто, чтобы... Ты такой сумасшедший немножко. Да, мне кажется, у меня будут такие дни. А так, слушай, да и сейчас-то, в принципе, я даже не могу сказать, что вот мне... У меня как будто нет какой-то гипер-парф-концепции относительно себя. То есть я просто ношу, что хочу, да? И просто в зависимости от настроения. И в старости тоже. Но я думаю, вот точно два направления, что я буду классическим таким старичком и, типа, рокером. А я предположу, что буду Шелемарной бабкой. А мне Оля написала, что ты тогда, как, наконец, созреешь до Тубероза. К чему я это все? Что, похоже, до Тубероза у меня еще довольно много времени. Сделаю тебе отливантик лет через так сать. Хорошо. Я так понимаю, у тебя сейчас будет знакомство с этим брендом. Это филит камина. Я не сразу его полюбил. Флономчик мне очень нравится. И, пожалуй, это пока то, что я скажу. Ой. А начну с твоего впечатления. Какие-то корешки как будто. С земелькой. И ирисы какие-то прям, мне кажется, чувствуются. Слушай, ну это вот такая ирис, морковочка, клопик. Не гиперболизировано. А клопик в сахарной пудре немножко. Но вот это все чувствую. Чуть-чуть есть. Сейчас опять тебе изморчатки. Да, да. Я уже боюсь тебе что-нибудь давать. Потому что там, где мне ирис звучит гладко, ты говоришь про клопиков, я начинаю их чувствовать. Ни разу я до этого не чувствовал никаких клопиков. А, ну тут все написано. Есть, есть. Да. Роза и ирис. Вот уже клопики уходят немножко, нет? Слушай, ну... Резкий старт. Нет, мне пока пахнет. Короче, у Филит есть у многих ароматов сходная база. И она вообще дико странная. Ни на что не похожая. Вот у него, у Ваки, у Амазонии какой-то один такой вайб. А, кстати, про ириса. Я, наверное, буду продавать ирис Silver Mist. Потому что я нанес его, но это просто невозможно. Прям вот морковка, клопики. Ну это... Ну как-то это как арт-объект себя чувствуешь. Ну я его так воспринимаю. Нанесить это невозможно. Ну ладно, сейчас давай про это. Надо бы послушать у тебя его. А здесь как бы все слышат лаванду. Ну честно говоря, лаванду здесь вообще не слышат. Я тоже не слышу пока что. Для меня на самом деле вот... Блин, ну вот опять минус... Ну хотя слышится лаванду. Минус, что мы по верхам, конечно, проходимся с тобой. Ну что поделаешь. Вот дальше вот этот ирисовый такой дикий немножко старт уходит. И мне здесь расцветает инжир. Для меня это аромат про инжир. Довольно... Я не знаю, просто он у меня уже сладенький становится. Но у меня достаточно тоже. И вот этот инжир очень подходит мне. Потому что я ищу как будто бы инжир. И он меня часто душит, напрягает и все. Но здесь вот он прям такой... У меня какое-то ощущение, что это какое-то цветочно-медовое такое молочко, тепленькое. И ты в него так погружаешься и очень уютно. Я уже все уши прожужжал. Это ароматы... Ароманты. Ароматы антидепрессанты для меня. Соглашусь. Он прям успокаивает меня. Мне в нем, кстати, послышалось что-то такое в духе абсента даже немножко. Ну вот какая-то анисовость где-то там пробежала. Анисовость может быть есть. Пробежала немножечко для меня. Слушай, приятно очень. А что по стойкости? Ощущение, что... Нормально. Нормально. Ну, блин, ты не забывай, у меня такая кожа, в которую как губка впитывает все. Ну, понятно. Ну, пару часов, я его слушаю уверенно, для меня это более чем достаточно. Интересно, что написано Provence. У них как бы название состоит из двух частей. Да, какое-то слово, как описываешь какое-то настроение, как я понимаю, или что-то так. А второе, это территория. Они вообще типа ароматы про путешествия. Слушай, ну, приятно. Приятно. Я сам не ждал, что я так влюблюсь в него. Сначала мне казалось, что я влюбился в Вакуа. А вот даже на нашем видео с Олей я немножко так, ну, говорил, что камин слишком женский и все такое. А сейчас, конечно, вообще все мои видео летние, можно перестать смотреть. Потому что была такая жара, на ней все фигово звучало. А сейчас осенью все распитает. Ну, сейчас пахнет уже лавандой. Причем такая она. Ну, вот Оля тоже меня убеждает, что здесь суперявная лаванда. Я могу ее здесь нафантазировать. Причем такой лавандой не сухую, а вот фиолетовая цветочка. Но для меня он больше про инжир, про какое-то молочко, лактонность такую небольшую. Инжир тоже, понимаю. Очень красиво, невозможно. Обожаю. Интересно. Так, ну и последний. Давай. Привет Вадиму, который почему-то, мне кажется, должен смотреть это видео. Я надеюсь. Привет. После слепого затеста с Вадимом мы с Сашей поделили, соответственно, как всегда, от Леванта. И мне достался Т-базилик от Малинар. Я его так хорошо сносил. Причем... Ты на даче выносил? Да, я его носил на даче. Причем очень хорошо был принят и другими людьми. И я так подумал, что... А дай-ка я флакон себе приобрету. Но, честно говоря, был у меня какой-то период, что я так думаю, ну хочу, но... Несмотря на то, что Малинар стоит не адских денег, флакон, по-моему, стоит тысяча шесть, на семьдесят пять миллилитров. Я подумал, что ну-ка, пущу вот клич про обмен. И как раз-таки вот моя подписчица предложила, чтобы я один флакон поменял на два вот этих. И я так рад. Или это секрет? Нет, ланком ботиковый один. Да, потому что в итоге не подружился я с Роуз Пиония. Вот. Так я им доволен. Прям просто красота. Мне кажется, твоя тема тоже. Нет. А я же его и тогда немножко поругал. А мне так нравится. Он нормальный, но для меня он безликий и неинтересный. А мне это и нравится. Не чувствую здесь. А я чувствую, кстати, базилик. Обожаю базилик. Первый раз не почувствовал уже. Да? Мы же он у нас на затестах был, и мы оба начали с того, что базиликом здесь и не пахнет. Слушай, ну сейчас уже как-то вот... Ну, кстати, давай признаем силу маркетинга. Да. И я считаю, кстати, это нормально. Это нормально. Художники создают, маркетологи, для нас какой-то образ. Я тоже так считаю. И мы как бы его берем вместе с флаконом. Я тоже тебя поддерживаю. И... Не тоже, а поддерживаю. И мне нравится, что эта линейка так оформлена. Это не стандартный маленар. Да, видишь, тут вот всякие какие-то листочки сзади. Ну, Avon, нет? А мне нет. Вот сам флакон для меня... Ой, я к тебе плюнул. Ну ладно. А Avon, Ariflame... Слушай, мне нет. Может быть, потому что тут какая-то такая крышечка приятная вроде бы. Может, потому что вот этот сзади рисунок. Ну, ладно, я не буду его хитить. Да-да-да. Ну, просто как бы... Мне он неинтересен максимально. Для меня он холодный. Вот прям, честно, он освежает, когда ты, соответственно, какую-то злойную жару его наносишь. Знаешь, я сейчас употреблю слово. Мне кажется, он тебе нравится. Он вкусненький. Ну, есть такой, да. Вкусненький. Но... Ну, блин, может, я зря ворчу. Вообще, конечно, я зажрался. Мне просто всего хватает. Мне ничего не надо. Наверное, какое-то время назад я бы сразу с ним поливал. Сейчас не могу... Никакая часть моего носа, мозга и глаз не может запиться здесь. Не за что, чтобы я решил, что он мне нужен. А мне просто кажется, что я как раз-таки чуть-чуть сейчас... Не сказать, что мы с тобой меняемся вот так, но, тем не менее, я всегда более-менее так отрицал, например, все вот эти цитрусовые колонии, непонятно что, ну, для себя непонятно что. А сейчас мне так комфортно вот в таком ходить, просто там вот все вербена, цитрусы и базилик. Я так думаю, господи, это так просто, но так приятно. Иногда хочется нанести такое вместо какой-нибудь хитро скроенной ниши. Да, да, я понимаю. И у меня просто таких флаконов по минимуму. Поэтому это, наверное, второй такой флакон. Так что, Вадим, большое спасибо за наводку. А я, кстати, один из флаконов с той подборки Вадима тоже офлаконил. Но пока не скажу, какой. А, ну вот. А я сейчас даже не вспомню, что. Но за кадром сейчас скажу. И последнее, что хотел сказать, что справедливости ради, кстати. Ты сказал просто про поливаться. Как будто бы им хочется поливаться. Но, не знаю, чистый ты эксперимент или нет. Когда я был в Ревгош, тестил его, а на другой руке у меня был наркотик Ви. Я нанес сюда малинар, сюда наркотик Ви. Когда я вышел на улицу, я просто был не один. И мне сказали, что слышат только базилик. Никакой наркотик Ви от Носомата не был слышен вообще. Наркотик Ви, типа, больше кожи сидел. А этот был прям диффузный. Он плотный. Он не какой-то прозрачный. Это тоже плюс. Прям хочется им воздух пшикнуть, но не буду. Нам вообще снимать. А мне камину хотелось. Прям я думаю, хоть прям сейчас нанесись. Вот я прям тоже хочу облиться. У нас с тобой... Да, у нас с тобой... Да. Денис, как тебе новая рубрика? Мне кажется, что получилось очень... Как я сказал? Ду начал. То ли дурацко, то ли душевно. Духаско. Да. Очень душевно. Я немножечко, грубо говоря, переживаю, что, может быть, мы так разболтались и, мало ли, получилось там совсем долго. Да, ну, все любят длинные видео. Ну, не все, окей. Да, терпеть не могу. Да? А я обожаю. Если мне нравится блогер, я прям с удовольствием... Нет, ну, на x2 нормально. Пока я там всю посуду перемою, пока я там... Кстати, не могу. У меня... Вот, может быть, ты мне потом поможешь чуть-чуть. Вот я не могу, например, мыть посуду и смотреть видео. А почему я тебе помогу? Побыть посуду? Нет, потому что у меня ощущение, что я недостаточно фокусируюсь и, мало ли, я там не смою какую-то часть средства. Как будто вот я отвлекаюсь на видео, у меня расфокусировка один глаз сюда, другой сюда. И я, хотя видео включаю фоном, все равно я как будто я не отконтролировал, что я все смыл. Поэтому вот эти длинные видео фоном это не для меня. А вообще, да... Не, на x2 нормально, в принципе. Я иногда смотрю на x1.25. Ну ладно, мы сейчас как будто вот сейчас будем затягивать видео. А так, потрясающе. Я благо на моем канале, поэтому я очень спокойно к длинным видео. Пишите, кстати, как вам, когда мы никуда не торопимся. Мне кажется, как-то получилось расслаблено, классно. И я хочу, чтобы это видео было регулярной. Предлагаю ее делать и на твоем канале. Но если вдруг она тебе не понравится, можем... Нет, не понравится, если ты проспонсируешь мои новинки для этого видео, то да. Ой, интересно, девки пляшут. Ребята, расскажите, как вам была новая рубрика. Придумайте новое название, если оно придет вам в голову какое-то остроумное. Ну там, поставьте лайк, колокольчики, там, на Денис не забудьте подписаться. Донатьте. Не забывайте, что донаты отогревают сердечко блогера. А на донаты купим ароматы к этой рубрике. Да, да, и будем их вам показывать. Да. Все, ребята, спасибо за внимание. Пока-пока. Всем пока.